Это информационный канал город. Меня зовут Елена Кузовкина. В связи с переездом нашей телекомпании в новое здание, а это процесс небыстрый, сегодняшний наш выпуск будет выглядеть непривычно для вас. Мы покажем самые интересные наши рубрики, а уже в ближайшее время мы вернемся в эфир из новой студии. А пока передаю слово Илье Кочеткову. Больше 20 лет телекомпания «ТВ-город», а затем и наши новости, рассказывали о главных событиях города и края, находясь вот в этом здании, что за моей спиной на Короленко 63. Здание с почти 100-летней историей, овеянное массой легенд и мифов. Но все течет, все меняется, и мы переезжаем в новое здание, тоже на улице Короленко, только 51. И тоже это здание со 100-летней историей и тоже овеянное массой легенд. И сегодня об этих легендах и мифах с вами и поговорим. Короленко 63. Значится как купеческий особняк, официально охраняется государством. К тому времени, как сюда въехал ТВ-город, здесь располагался городской дорожный комитет. Внутри – сочетание телевизионного наследия и давнего советского прошлого. Это вам не керамогранит, это настоящий натурпродукт, ракушечник. Очень популярный, начиная примерно с 50-х годов прошлого века, облицовочный материал. А вот про более раннюю, начало 20-го века судьбу здания ходили и ходят настоящие легенды. Если особняк, то кому он принадлежал? Наш давний друг, кроветописатель Сергей Ужакин, уверен, особняком здания точно не было. Дело в том, что тогда вокруг были сплошные склады-долавки и казенные учреждения кругом. Он уверен, здесь находилась управа железной дороги, во всяком случае в первые годы после пожара 1917 года. На той же карте 1912 года там еще ничего нет, а там еще как бы обозначено как клабазы. Поэтому, чтобы за такой короткий промежуток в расстоянии между 1912 и, скажем, 1917 годом купец успел построить себе какой-то особняк, маловероятно. Летопись алтайских железных дорог гласит, что до пожара управа занимала часть Смирновского пассажа. Это сейчас магазин «Красный». Но в темные годы, когда то пожар, то революция, многие следы затерялись. Так что все возможно. Новый дом нашей телекомпании и всего холдинга на пересечении Горького, Гоголя и Короленко также полон загадок. По главной версии, это здание было построено для дворянского собрания в начале 20 века. В разное время тут был госпиталь, училище. Барнаульский банкир Андрей Макулов с партнером купили здание больше 10 лет назад. Он говорит, сначала сомневался в покупке, настолько жалким оно казалось. Потом как-то пришли сюда посмотреть, и первое, что я увидел, когда зашел по этой лестнице, это вот были, здесь стояли перила. Стояли абсолютно чудесные перила, то есть это было литье, это были цветы, розы, птицы, какие-то лепестки, виноград. Вот я когда посмотрел на эти перила, то подумал, ну, если тут такие перила, то какое же тогда это здание. Увы, пока оформляли покупку, кто-то их украл. Однако здание таило и другие сюрпризы. Цоколь. До того момента, когда окружающие улицы поднялись почти на метр, это был полноценный первый этаж. Во время ремонта пол вдруг начал проваливаться, обнажились странные, похожие на лабиринт канавки. И когда мы прокопали все вот эти канавки и простучали стены, выяснили, что это оказывается очень сложное инженерное сооружение, которое позволяло отапливать такое огромное здание всего лишь одной печью. Дым отводился через трубу, а горячий воздух распространялся по всему зданию, и он грел полы. То есть во всем здании больше ста лет назад были теплые полы и теплые стены. Учитывая сложность планировки здания, схема была наисложнейшей. Из любопытства Макулов обратился к современным теплотехникам. Рассчитайте-ка, не смогли. Остается вопрос, чем было здание изначально. Версия номер один – основное дворянское собрание. Но есть и версия номер два. Ее придерживается Сергей Ужакин. Он уверен, с самого начала здесь была школа для детей из высшего сословия. В районе тогда проживала Белая Кость, барнаульская элита. Я как-то попытался посчитать, сколько это здание могло стоить, но оно 1200-300 в тех рублях стоило. Поэтому построить такое здание даже не каждому купцу было по силам. Дворянское собрание – это не более, чем общественная организация. А изначально это здание, оно как начиналось школой, так в свое время школа и продолжалась. Так что вопросы были и остаются. А пока большая часть служб нашего холдинга уже трудится в свежеотреставрированном здании. Часть же совсем скоро переедет. И прежние легенды начнут жить с новыми. Ведь в конце концов дело не в самих зданиях, а в людях, которые строили, думали, работали тут на совесть, на радость, на века. А на этом сегодня мы заканчиваем наш небольшой экскурс в прошлое. И в следующий раз расскажем что-нибудь новое, интересное про наш такой простой и такой непростой город Барнаул. Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город». Неожиданная посылка с неба. Как потом удалось выяснить владельцу машины Сергею, это железная конструкция, ничто иное, как крышка люка. Достаточно увесистый предмет упал с высоты девятого этажа. В этот момент в машине никого не было. Хозяин буквально пару минут, как зашел в подъезд. Не было в этот момент и прохожих. К счастью, добавляет Сергей. Иначе травм не удалось бы избежать. Серьезные повреждения у авто. Потребуется дорогостоящий ремонт. Ущерб почти 50 тысяч рублей. Сергей обратился к руководителю местной коммунальной фирмы ЖСК. Вот только там его доводы никто и слушать не захотел. Я позвонил, я говорю, крышка упала. Он говорит, не факт, что упала. Я говорю, ну как не факт. Крышка упала на машину. Говорит, если твоя машина упала бы, ее бы разнесло. Я говорю, ну подойди, да посмотри. Все, посмотрели. Ну, возможно, да, упала. Возможно, да. Я говорю, ну, надо на ремонт просто оплачивать. И по-доброму или через суд. Он говорит, ну, и по барабану. Иди в суд. Эта конструкция повторяет полеты регулярно, утверждает Сергей. И добавляет. Пункты приземления всегда разные. От Полисадникова до детской площадки. Остановить такие запуски должны коммунальщики, ответственные за дом, говорит заместитель руководителя компании ДЭС-2 Александр Каланча. Здесь однозначно возмещение ущерба должно быть. Если в добровольном порядке это не проходит, разумеется, конечно, упрощение в суд. Есть требования, как окошко, да, но оно же не должно быть разбито. Или там дверь, которая висит на одной петле. То есть элементарные вещи, которые прописаны, там, техники безопасности. До Нового года к нам уже пришли строители. Начали скоблить все стены, обдирать. Это же все, если работа, помните, вот такими кругами было все повыпало. Теперь подъезд, словно образцово-показательный, изменения кардинальные. Да вот сами сравните. Октябрь 2015-го, по мнению жителей этой многоэтажки, на дверях впору было вешать табличку «Особо впечатлительным вход воспрещен». Жительница второго подъезда Раиса Игнатьевна выяснила, капитальный ремонт здесь не проводили более 10 лет. Доходило до того, что штукатурка сходила вместе с краской. Да, это, конечно, это вот только пошевели, она тут все летит. Но я не хочу просто мусорить. И дело вовсе не в эстетической стороне вопроса, утверждала пенсионерка. В вечерних сумерках или ночной темноте опасность представляли почтовые ящики. Острые края создавали реальную угрозу для здоровья. Да их и ящиками-то сложно было назвать. Железные каркасы, как после бомбового удара, едва держались на месте. До последнего держались и мастера. На многочисленные письменные обращения в компанию ДЭС-1 ответом были одни обещания. С 2012 года мы просим сделать, пишем и нам каждый год обещают. Каждый год еще Шутова была, МУДДЭС-1. Теперь уже Суворов там и всегда обещают. Вот с 2012 года. После показа этой истории в нашей рубрике, руководители Барнольской управляющей компании прокомментировали ситуацию вокруг неотремонтированного подъезда. Тогда для Раисы Игнатьевны и ее соседей прозвучали положительные новости. На сегодняшний день по этому подъезду мы собрались с советом многоквартирного дома и приняли решение, что его нужно сделать. Он будет сделан. Когда? В какие сроки? Ну, я думаю, что в течение ноября он будет закончен, сделан. И все, подарок сделаем, как бы подарок к Новому году. В озвученный срок коммунальщики все-таки не уложились. Под ключ сдали буквально перед приездом нашей съемочной группы. Теперь здесь уже ничего не напоминают в былую разруху. Старые почтовые ящики ушли в прошлое. На их месте появились и новые. Преобразились и стены. Подъезд хоть на конкурс лучших выставляй, говорят домочадцы. Спасибо вашей передаче. Маленькому этому сюжетику он сделал свое дело. И спасибо руководителю МОНБС-1 Суворову Анатолию Филипповичу. Спасибо, передадим. Что мешало сделать ремонт ранее, вопрос остался без ответа. Мы по-прежнему принимаем звонки по номеру в Барнауле 659-129. Звоните, коммунальный патруль приедет и разберется. Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Если спросить любого, пожалуй, россиянина, кто самый выдающийся русский полководец, многие ответят – Суворов. Но большинство все же скажут – Жуков, полководец Победы, настоящий герой Великой Отечественной войны. По небольшой, но весьма значимой во многих смыслах площади, названной его именем, мы сегодня с вами и прогуляемся. Место, которое многие до сих пор знают, как просто сквер на пересечении улиц 50 лет СССР и Георгиева. Назвали его площадью в 1996 году. Тогда же пообещали установить здесь памятник Жукову. Увы, пока только этот камень с обещанием и стоит. Многие говорили и говорят – да может оно и к лучшему, сильно неоднозначная личность этот Ваш Жуков. Ему приписывают жестокую фразу – солдат не жалеть, бабы новых нарожают. Дескать, наступал, не считаясь с потерями. Но поисковик, историк Дмитрий Вейн уверен – это, как и многое другое, не более чем миф. Заваливание трупами солдат – это миф, возникший изначально в западной литературе, в 50-е уже годы, в 60-е годы. Этот миф имел целью оправдать просто крах гитлеровской системы и гитлеровского плана малоненосной войны, который работал на западе, но не сработал на востоке против Советского Союза. Причем именно Жуков одним из первых перенял немецкую тактику обходных маневров, и когда мог, солдат берег. Другое дело, не всегда такое было возможно, особенно сначала. Да, напористые и жесткие, но если враг у ворот, то до сантиментов ли. В первые годы разделился страной горечь поражений. Блокада Ленинграда, Ржев, а потом триумф под Сталинградом, наконец наступление, взятие Зеловских высот, штурм Берлина. Другие полководцы Конев, Рокоссовский также внесли свой вклад, конечно, но Жуков умел идти напролом и оказался в нужном месте в нужный момент. Как всякая масштабная личность, вызывающая противоречивые оценки, от резка негативных до очень положительных оценок. На мой взгляд, взгляд как историка, без этой личности, то есть победы 45-го года, она была бы не достигнута, возможно, так быстро и, возможно, так эффективно, особенно на заключительном этапе войны. Именно он принимал капитуляцию Германии и блистал на параде 45-го. И для простого народа был и остался самым-самым. Именем Жукова названы проспекты, улицы, площади. В Барнауле, решив в середине 90-х отметить 100-летие со дня его рождения, подходящей площади не нашли. Больших, собственно, тогда уже не сооружали, в моде больше была точечная застройка. Между тем, само место по-настоящему народное. К тому времени оно было неофициальным центром молодого тогда индустриального района. На этом фото видно, еще домов-то вокруг нет, а уже ставят кинотеатр «Искра». Первый и долгое время единственный в районе. Первыми в нем, кстати, показали пиратов 20-го века. Увы, после нескольких перестроек назначение кинотеатра сильно изменили. К середине 80-х годов прошлого века это место стало одним из самых любимых у жителей индустриального района. Кинотеатр, какой замечательный прожектор, он даже на крыше аллеи-то для прогулок какие. Одного не было у этого места название. Да-да, на этой вот крыше был настоящий прожектор, светивший вниз. Сегодня, после стольких перемен, это место что-то вроде задворок воображаемого музея под названием «Бывший Советский Союз». От прожектора и фонтана остались одни воспоминания. Догнивают остатки летнего кафе. А супермодные когда-то электронные часы-табло то идут, то вот не идут. Рядом произведение нового времени. Тут же, кстати, рядом несколько лет простоял новомодный знак, рядом с которым все фотографировались. Но и тот сгинул. Что осталось неизменным, так это уют и покой спального района. Как будто место не хочет быть модным, не хочет быть динамичным. Что ж, такие тоже нужны. А на этом мы нашу небольшую прогулку сегодня с вами заканчиваем. И в следующий раз прогуляемся по новым известным и не очень местам города Барнаула. Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город». Она сидит, забившись в угол, по телу заметная дрожь. Собака напугана, еще не совсем доверяет людям. Но еще боль не дает покоя. Но врачи дают положительные прогнозы, ведь не случайно у псины кличка «Удача». То, что она осталась жива после удара автомобилем, иначе не назвать. У собаки был сильнейший перелом таза, костями проткнула почки и мочевой пузырь. Ее судьба могла решиться за какие-то пару часов. К счастью, ветеринары спасли беспомощное животное. Ей там все зашили. Она у нас несколько недель с трубками существовала. Вот сейчас она уже потихонечку отходит, реабилитируется. Но у нее до сих пор, конечно, боли при мочеспускании. Есть подозрение, что все-таки она хозяйская была девочка. Поэтому, может быть, кто-то обратит внимание, у кого вот в том районе, в Учхозе, в район Силикатного, поселка Октябрьский, терялась собачка. Может быть, кто-то признает ее. Пса по кличке Фирс иронично называют новогодним подарком. Он попал в приют в канун праздника и тоже после аварии. Его травмы были не такие серьезные. Пострадала лишь задняя лапа. Фирс очень быстро идет на поправку, и скоро его выпишут из больничной палаты, переведут в собачье общежитие. И обязательно подберут наставника. Через неделю Фирсу сделают повторный рентген. Если косточки срастаются хорошо, то аппарат снимут. И тогда начнется курс реабилитации. Физические нагрузки будут постепенно увеличивать. Если все пойдет по плану, то к середине февраля Фирс начнет бегать, как здоровый кобель. У некоторых животных в приюте имени еще нет. Клички попросту не успевают давать. Так часто здесь появляются покалеченные. Всего же в Ласке обитает порядка 200 собак и около сотни кошек. Мурзик попал сюда весной прошлого года. Его разодрали собаки. На теле не было живого места. Готовятся к вакцинации и кастрации. Надеемся, что его заберут добрые люди. Да, Мурзик? Это мой любимый кот. Напоминаем телефон приюта 573557. Если после наших сюжетов вы хотите, но по-прежнему не решаетесь взять животное домой, можете просто приходить и общаться с ним. А уж сердце подскажет. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин. Информационный канал «Город». Конец года. Декабрь. Хотя смотришь вокруг и слабо в это верится. Но ладно. Время годовых отчетов, подарков и сессий. Мы сегодня прогуляемся с вами по самой, пожалуй, студенческой улице города Барнаула, на которой расположены сразу два высших учебных заведения. Улица Димитрова. Правда, стоя в самом ее начале, трудно поверить, что ты на одной из центральных улиц Барнаула. Ведь начинается она рядом с берегом Аби. Улица семейства Алтайских, как и в городе, было когда-то огромное множество. Это шестая по счету. Впервые упоминается в документах аж в 1907 году. Тогда Барнаульская гордума постановила «На тебе, Боже, чего нам не гоже». Шутка. В смысле, горожанам, у кого нет денег, чтобы купить нормальный участок для постройки дома, выделить их тут, где строить практически невозможно, ибо пески. А потому и земли не жалко. Но народ, как всегда, приспособился. И вскоре все окрестности заполонили одноэтажные дома. Как мы уже вам рассказывали, пески в этих местах образовались после того, как в одну холодную зиму вырубили практически все сосны и обнажилась почва. Осталась лишь небольшая дуняшина или дунькина роща. Сегодня от нее осталось единственное дерево. Вот это. Этой сосне больше ста лет. И, пожалуй, эта достопримечательность стоит десятка рукотворных. Димитровская, так назвали улицу в 1941 году. Имени Димитрова она стала потом. Назвали в честь Георгия Димитрова, одного из лидеров коммунистического движения в мире, в данном случае болгарского. Его называли болгарским Лениным, а после смерти даже возвели мавзолей. Всего по бывшему Союзу до сих пор можно насчитать около трех десятков улиц, площадей и даже проспектов имени Димитрова. Как и у многих других партийных деятелей, смерть Димитрова была довольно неоднозначной. Официально он скончался в конце 40-х, находясь на территории Советского Союза от целого букета старческих болезней. Но в 90-х его тело решили перезахоронить. Заодно сделали анализ останков. Оказалось, что содержание ртути в них буквально огромное. Что это было? Отравление? Как знать, сейчас, когда про самого Димитрова уже немногие помнят, так ли это важно? Улицу, кстати, назвали еще при его жизни. Оцените важность фигуры для тех времен. Примерно в то же время здесь появилась знаменитая первая городская больница, где врачевал не менее знаменитый Чеглецов. Димитровская стала фактически одной из центральных магистралей нового центра города, когда с постройкой Дома Советов он перебрался именно сюда. А уж когда здесь выросли корпуса сразу двух вузов, технического и классического, то и подавно. Кроме того, со всего города сюда порой съезжали за покупками в наш маленький ГУМ, как его называли в советское время, центральный барнаульский универмаг. С ним, кстати, связан один барнаульский миф. Есть легенда, что вот там, где мы сейчас стоим, буквально под нашими ногами, рядом с универмагом, проходит тоннель подземный, такой широкий, что могут разминуться аж два локомотива. Он якобы идет от ЖД вокзала до самого речного. Ну, конечно, официально власти говорят, нет-нет, что никаких тоннелей под барнаулом нет. Но диггеры время от времени говорят о странных подземных ходах, которые они встречают. Кому верить, не знаем. И как мало кто сегодня знает, включая студентов, кто такой Димитров, так и то, чьи бюсты украшает сквер Алтгу. Гуляев и Семенов Тяньшанский, ученые 19 века. Первый прославился как исследователь Алтая, его мифов и народов, и как, кстати, отец шуб барнаулок. Второй ученый практически всемирного масштаба, исследователь Азии, отсюда и прибавка к фамилии в честь Тяньшаня. Две зимы тот провел в Барнауле и общался здесь с Достоевским. Но этим персонам мы, пожалуй, посвятим отдельный разговор. Между тем, сама улица в основном заканчивается здесь. За Красноармейским остается небольшой отрезок только. Завершается грандиозным бассейном, а дальше до самого горизонта череда высоких новых растущих домов. А ведь вспомним, когда-то пески из Шестой Алтайской считались гиблыми, но барнаульцы в очередной раз доказали, для по-настоящему упорных и любящих родину людей нет ничего невозможного. А на этом сегодня мы прощаемся с вами. До встречи в новом году. До новых приключений и прогулок. Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город». Если в советское время и был дефицит, то точно не в этом магазине. Показать гардероб тех времен сотрудники музея «Город» планировали давно. Но в фонде была только женская одежда. Из мужской лишь брюки и рабочий костюм. Кинули клич и за несколько дней собрали приличную коллекцию. Мода – это что-то удивительное. Вот, к примеру, клетка. Она актуальна и по сей день. А вот белые воротнички. Такие очень часто встречаются на современных моделях. Или, к примеру, вот это платье. Ткань «Кремплен», рукава фонариком. Наталья и кокетка. В таких модницы 70-х ходили на школьные выпускные балы. Одежду и обувь раньше делали, что называется, на века. Представляете, в одной из пар этих детских ботинок до сих пор уходит ребенок сотрудника музея. Еще и внукам достанется. Мужская обувь на каблуке и раньше была в тренде. Но настоящий писк моды – резиновые сапожки с полым каблучком. Женщины обывали в соножке, туфли. В них же ныряли в резиновую либо в теплую уже обувь замшевую. И ходили по улицам города. И приходя на работу, в театр или в гости, они разувались. У них была абсолютно чистая обувь. И сейчас, когда на экскурсии девочкам рассказываешь об этом, ой, мне бы сейчас такие. Неплохо, если бы в гардеробе было и подобное платье в стиле Чирльстон и очаровательные редикюли из натуральной кожи. Год выпуска – 1960-й. А буквально накануне в музей принесли олимпийку патриота страны. Мы не удержались, примерили, хотя это не всем дозволено. А вот что точно нельзя трогать руками, так это дамское белье с этикетками и ценниками. Чулки немецкие, и они с инструкцией, как правильно их носить, как правильно стирать, и, что самое характерное, жирным выделено – никогда не гладить. Все это, так или иначе, музейные экспонаты. Многое по закрытию выставки придется вернуть владельцам, поскольку вещи им дороги, как память. Сотрудники надеются, что кое-что из мужской коллекции у них останется в качестве подарка. Ну а нам остается добавить, что модные новинки эпохи СССР будут лежать на полке до конца марта. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин